Объектом условного возгорания стало небольшое помещение на заводской территории, однако пожарные машины к месту ЧП все прибывают и прибывают. Степень угрозы не видна с первого взгляда. На этом участке в промышленных масштабах производится азот. Этот газ к огню нейтрален, все бы ничего, однако при его производстве в больших количествах используется водород, а он грозит колоссальным взрывом. Обоих работников азотной станции пожарным приходится выводить на воздух в спасательных капюшонах. Как оптимально расположить технику, куда подать водяные стволы, где угроза распространения огня выше. Все это будет решать штаб пожаротушения. Значайтесь начальником оперативного штаба пожаротушения. Ваша задача сформировать штаб, назначить должностных лиц штаба, организовать свою работу. Состав в стол, включить представитель объекта. Для заводчан учение не в новинку, и мы самим приходится часто тренироваться. Мы проводили тренировки здесь, на территории разного рода. По спасению людей, по эвакуации. Полностью наш отдел охраны труда, пожарная безопасность, гражданская оборона полностью были задействованы. Когда ситуация взята под контроль, учения уже могут превратиться в рутину. Но этому мешают новые вводные. В ходе учения были отработаны вопросы взаимодействия с администрацией объекта, в том числе на первоначальном этапе тушения пожара, а также действия подразделений при ликвидации пожара, спасении людей, в том числе при возникновении нештатных ситуаций в ходе тушения пожара. В качестве таковых на этот раз были введены два эпизода. Ухудшение самочувствия газодымозащитника и развитие пожара вопреки ожиданиям огнеборцев. Все плюсы и минусы учений разберут на занятиях по повышению оперативного мастерства. Иван Суверин, телеканал Первый областной.